Всем здарова, братва на связи, как всегда я, Малфой. И это девятая серия пути бомжа на Аризона РП. Сегодня я вам покажу топовый способ заработка. Но для начала давайте проверим, сколько принесла моя ферма. Прибыль 1,2 биткоина и состояние охлаждайки 90%. В игровой валюте это примерно 60 тысяч баксов. А с момента запуска прошло всего ничего 22 часа. В будущем я буду покупать видеокарты 5 уровня. Так как у них самое идеальное соотношение цены и прибыли. Теперь, что касаемо заработка, нам нужен 10 игровой уровень. Ну а я успел апнуть уже 11, так что все идеально. Мы подъезжаем в деревню Форт Карсон и видим здесь квестового персонажа. За выполнение задания мы получим рандомный приз. Платиновую рулетку, зловещие монеты, случайные ларцы, азекоины или семейные талоны. Тыкаем на кнопочку принять и пулей выдвигаемся в ближайшую больницу. Для выполнения этого задания нам дается 4 минуты, имейте ввиду. Ближе всего Болька находится в ЛВ и мы просто забегаем внутрь. Здесь есть дежурный врач и возле него тыкаем на кнопочку Аль. По сути это и все. У нас осталось 2,5 минуты, чтобы вернуться обратно к Марте. Подлетаем к ней и вуаля, нам начислили 50 семейных талонов. Цена одной штучки зависит от сервера. На касса Гранд ее продают по 12-15 тысяч. Ну и получается меньше чем за 4 минуты я поднял 600 тысяч баксов. Если вы думаете, что на этом все, вы очень сильно ошибаетесь. В деревне по ламинокрик находится еще один персонаж. И кстати, я его уже нашел. Нам нужно оказать материальную помощь 10 бомжам. Ну а призы здесь те же самые, по сути рандом. Скажу сразу, вы должны давать деньги специальным NPC, которые разбросаны по всей карте. Вот например первый бомж, он как раз здесь недалеко. С нашего баланса списывает по 10 тысяч, тоже имейте ввиду. В интернете я нашел карту этих бомжей, правда не все точки правдивые. Второй бомж был на горе Вагас, ну а третьего я нашел в деревне около РКПД. Четвертый и пятый находились в Сан-Фьерро, денежку я тоже передал. Еще 5 бомжей я искал по деревушкам в Лас-Вентурасе. Ну и кому нужно, ставьте видос на паузу, чтобы разглядеть место расположения. Передаю бабки последнему бомжу и теперь возвращаюсь в паломинокрик. Мне выдали 50 семейных талонов, а это плюс 600 тысяч. А по времени у меня ушло 20-25 минут. Следующий квестовый персонаж находится около порта в Лос-Сантосе. Он просит погрузить 10 ящиков и отвезти их в магазин. Тут все максимально просто, бегаем туда-сюда и грузим ящики. После этого на карте отметилось место, куда и нужно их отвезти. Здесь тоже все просто, с помощью клавиши Alt мы разгружаем ценный груз. После того, как мы все сделали, возвращаемся к Тревору за наградой. Вместе с дорогой у меня ушло 5 минут, ну и я получил опять семейные талоны. Это 600 тысяч тупо с воздуха. Четвертый квестовый персонаж находится на окраине в Лас-Вентурасе. Все, что нам нужно сделать, так это отправиться на склад и привезти детали Джону. Награды здесь точно такие же, как уже повезет. Нужный склад находится максимально близко. Ну и мы должны позвонить на специальный номер 899-2299. Нам прислали код доступа 8941, ну и активируем его. Дальше подходим на пикап и просто собираем детали, все. Отвез я это добро Джону и получил 35 АЗ Коинов. Если прямо сейчас перевезти их верты, то это 245 тысяч. Ну а делать этого я не буду, лучше отправимся на центральный рынок. Еду я себе, никого не трогаю, как тут опася, додик с ковшом. Ну вот просто летит чувак и сбивает все на своем пути, баран. В одной из палаток увидел идеальную скупку по 12 тысяч. Мы продаем 150 талонов за 1,7 кака. Если постоять на рынке, то можно их продать и по 15, а то и по 17 тысяч. Ну а я продал еще немного вещей и мой баланс уже 4 миллиона. Если вы думаете, что на этом все, не-не-не, мы только начинаем. В каждом своем видео я вам говорю, выполняйте квесты у Николая, это идеальный заработок. Ну вот, реально, я проехал 100 чпоинтов на автобусе и задание выполнено. Кроме того, что мне начислили 90 тысяч за работу, у меня еще плюс ларец премии. Следующий изичный квест это Развозчик металла. Кстати, советую всем работать именно в Лас-Вентурасе. Я быстренько делаю 4 рейса и помимо основной зарплаты 160 тысяч, у меня плюс ларец премии. Дальше у нас по плану Развозчик мусора, тут тоже все просто. Успешно загружаю 20 баков с мусором и это очередной ларец премии. Теперь я хочу первый раз на Аризонке поработать дальнобойщиком. Я без понятия, сколько здесь платят денег, но мы должны выяснить. Приехал на нефтебазу и берем в аренду грузовик. Ювелирненько прицепляем груз и определяемся заказом. Далее подъезжаем на загрузку топлива и просто ждем 30 секунд. Чтобы вы понимали, мне нужно отвезти бензин на самую ближайшую АЗС. Ну и я получил 136 тысяч баксов тупо за пару минут. К сожалению, заказов здесь немного, в основном я работал на фурах завода. В принципе, показывать здесь нечего, просто катаешься с метки на метку. Ну и все 8 рейсов я откатал за 50 минут. Мой заработок составил 520 тысяч, и это плюс 1 ларец премии. Дальше отправляемся на работу развозчика продуктов. Тут все просто. Мы берем в аренду тачку и отправляемся на точку загрузки. Покупаем 500 продуктов, ну и отвозим их в самый обычный магазин одежды. Таких вот поездок нам нужно сделать 8 раз. Ну и ровно за полчаса активной работы у меня все вышло. Кстати, помимо ларцов мы можем зарабатывать АЗ коины. Вот, например, достижение. Еще 300 чекпоинтов на автобуснике и плюс 22 АЗ. Такое же достижение есть и с развозчиком, имейте в виду. Получаю я очередной ларец премии, ну и переходим к новой работе. Чуть что, это водитель трамвая, который доступен с 8 уровня. Я вас уверяю, заработок на этой работе вас удивит. Подлетаем мы в депо, ну и переодеваемся в рабочую форму. Чтобы приступить к фарму бабла, мы должны зарегистрироваться на рейс. Здесь все просто, тыкаете на кнопочку альт и просто ждем. Спустя минуту меня все-таки пускает на рейс и мы полетели. Наша задача просто кататься по этим чекпоинтам. Подъезжаем на место, чуть буквально остановились и сразу вперед. Главное правило это соблюдение скоростного режима. Простыми словами, мы должны ехать со скоростью примерно 75 километров. На один рейс у меня ушло 7-8 минут. Ну и давайте посмотрим на заработок. Я получил 150 тысяч баксов, офигеть. Только имейте ввиду, все это благодаря фаме, в которую я вступил пару дней назад. Дальше я отправился на еще один рейс. И хочу вам показать одну прелесть этой работы. Получаю я 150 тысяч и опася, мне был добавлен ларец премии. Чтобы вы понимали, он здесь падает очень часто, а его цена 250 тысяч. А на моем аккаунте уже 12 ларцов, пушка. Залетаем в очередной рейс и пулей катаем по всем чекпоинтам. Подъезжаю к финальной метке и опася, сюрприз ларец премии. Это уже 13-й в моем инвентаре, буду копить и дальше. В общей сложности я откатал 8 рейсов, ну и заработал лям 200. Ну и по ларцам у меня плюс 4 штуки, а это еще 1 миллион. Получаю награду у Николая и это плюс 55 Азэши. Дальше я по дефолту отправился к семейной квартире. Ну и берем квест с тремя оленями. Выполняется это очень быстро, зато плюс 20 семейных талонов. Ну и чего медлить-то, давайте сразу же продадим их барыгам. Мой баланс уже 6,4 миллиона, потихоньку двигаемся к кирке. Ну а после рестарта быстренько выполняем 3 бандитских квеста. Братишечка Агустин, давай-ка мне 3 законных ларца. На конец девятой серии у меня уже 18 ларцов в общей сумме на 4 и 5 кака.